Самая большая обманка достижения долгожданных целей и мечт в том, что ты чувствуешь вообще не то, что ты думал, ты почувствуешь при обладании этой вещью или целью, этой мечтой. Поэтому мы часто не достигаем с вами результатов, целей, поэтому мы наши мечты оставляем где-то на пьедестале, и вот мы о них мечтаем, и нам вот этого достаточно. Отлично, давайте сегодня хочу показать вам этот процесс, как взять его под контроль и все-таки начать двигаться к целям, и почему это происходит, и что там чувствуется, да, что вот, вот феномен этого процесса сегодня я вам расскажу на примере, где он, покупки первого в моей жизни айфона, который к тому же был куплен на ваши донаты на мой день рождения, то есть это по сути подарок. Мне подарили просто подписчики, просто вот скинулись и подарили, но я сама его купила себе. Короче, расскажу вам об этом. Меня зовут Вика Манифестер, я аналитик дизайна человека. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео про тебя. К тому же на этом канале уже огромное количество видео про дизайн, про психологию, про разные темы. Заходи, смотри, я думаю, ты найдешь там то, что будет про тебя, то, что будет тебе интересно. Что я сделаю? Впущу вас, погружу вас в контекст того, что происходило. 13 июня мне исполнилось 30 лет, и я к своему дню рождения захотела сделать такую историю с донатами, собрать донаты для того, чтобы купить себе подарок. Потому что мне хотелось как-то вот уже, чтобы это был подарок, и я долгое время не могла признаться сама себе, что я хочу айфон. Но здесь я такая, я хочу айфон, но получится на него собрать или нет, я не знаю. То есть я прям не надеялась, что я на него соберу, но в итоге, да, спойлер, все получилось. Но получилось каким образом, сейчас я вам расскажу. Самый первый момент. Цель. Мечта. Наличие цели и мечты, оно как бы заставляет нас, если мы хотим об этом рассказать кому-то, если мы хотим вот как-то это начать реализовывать, мы будем сталкиваться с миром, и люди будут видеть нашу цель, видеть нашу мечту и как-то ее оценивать. Соответственно, наличие этой цели и мечты должно выдерживать вот это столкновение с внешним миром. Я всегда хотела айфон. Я вообще всю технику Apple прям понимаю. Я понимаю ее качество, я понимаю, зачем мне это нужно. У меня был iPad-планшет, у меня был iPod, этот, господи, ммм, плеер. Я в восторге от этого качества. Оно мне доставляет удовольствие физическое, тактильное. И я всегда хотела айфон, потому что я знаю, что мне будет приятно. Эта операционная система мне нравится, я в ней уже была на iPad, работала, и мне как бы вообще окей, ось мне заходит. И более того, там есть камеры, которые я вижу разницу в том, как снимает видео айфон, и в том, как снимает видео другой телефон на Android, там Samsung, кто угодно. Самим фактом того, что я сейчас рассказываю о том, что мне это нравится, я заделаю микрофончик, я уже побуждаю в людях, скорее всего, в каких-то из вас, то, что ваши установки как бы поднимает. То есть вы, скорее всего, уже хотите рассказать мне, а вообще-то Xiaomi лучше, а вообще-то, то есть сам факт моей трансляции, моей цели и мечты вызывает от мира какую-то ответную реакцию. Поэтому цель и мечту иметь как бы, ну, типа не очень выгодно, не очень хочется, и мы вообще боимся зачастую настоящие цели и мечты рассказать миру. Даже если это какой-то плёвый вообще айфон, и это вообще, ну чё это за мечта, ну чё это за цель, ну это, господи ты, боже, вот нормально я чё-нибудь могла помечтать, похотеть. Все эти оценки, они вот все из-за того, что нам приходится сталкиваться с миром тем, что есть внутри нас. Окей. И айфон ещё был такой штукой типа мейнстрим, типа вот все любят айфон, все хотят айфон, а я же интеллектуальная элита, извините, я же, ну, не интеллигенция, нифига, но вот я интеллектуальная, там я вот такая вся развитая, такая вся, вот типа зачем мне хотите айфон? То есть я сама обесценивала эту цель в себе. И поэтому я, в общем-то, и не могла защитить её перед другими людьми, и у меня даже люди спрашивали, типа, ну Вика, ну как, ну айфон, Вик, ну ты чё, ну это же фигня. При этом у этих людей, у всех, конечно, были айфоны, скорее всего, ну чаще всего, ну короче, просто для них это, ну такая вот, ну не цель. Ну просто берёшь и покупаешь, ну не цель. Для меня это была цель и мечта, потому что она была связана с огромным пластом моей жизни. Это подтверждение моей статусности где-то, это заявка моему окружению на то, что у меня вообще есть такие деньги. И, ну как бы, для меня это была такая ещё психологическая огромная работа. Ладно, это мы, да, опустим. Дальше. Попросить, да, донаты. Тоже идея, которая долго, я не могла себе её позволить. Мне давно об этом говорят, что Вика, просто напиши номер карты, разреши людям тебя благодарить, ты даёшь много пользы. Я такая, не знаю, вот, я это сделала окей, но сказать, что у меня есть цель, вот это тоже было испытанием. Такая, я не знаю, соберут деньги или нет, но вот у меня цель. И в какой-то момент я поняла, что окей, я иду к этой цели, но я действительно не знаю, сколько денег я соберу. И вот здесь возникает ловушка, ловушка цели. Это можно сравнить с тем, как человек может прийти в тренажёрный зал и захотеть сразу поднять какой-нибудь значительный вес. Потому что, ну, не интересно же тягать гантельки по одному килограммчику. Надо, чтобы она была сразу 10 килограмм, а ещё лучше 13 или 15. Вот тогда это считается. То есть мозг оценивает реальность каким-то своим образом. Он с реальностью ещё не сталкивался, он даже один килограммчик в ручку не брал. Но он оценивает это по каким-то своим критериям, наблюдая за другими людьми и не соотнося это с конкретным человеком, с конкретным телом, с конкретной вот механикой дизайна, например. И мозг оценил, он такой прикинул, что вот, мне надо вот так. Это моя цель, потому что мне надо так, я вот так хочу. И я хотела последний айфон. Я всегда всю свою жизнь хотела последний айфон. Самый новый, более того, самой максимальной комплектации и самой большой памятью. То есть нужен мне был 14-й Pro, там что-то Pro X или как-то он там самый вообще, с терабайтом памяти. Понимаете? А он стоит 150, что ли, косарей, 160. А насобирала я 35. То есть вообще не в контакте с реальностью, понимаете? И это никогда не было адекватно моей реальности, потратить такое количество денег на технику. Пока что это не адекватно моей реальности, да? Ну типа по факту. Я к этому стремлюсь, я к этому иду, вот это вот всё, но всё же. И вот это ошибка, вот этого постановки целей, которые ты физически не можешь взять. Потому что когда ты приходишь в зал, и твои мышцы вообще не работали с весами, ты берёшь 15 килограмм, ты надрываешься, ты травмируешься, и ты больше никогда не приходишь в зал. 200 килограмм сразу взять, штангу просто сесть, нахуй рухнуть и сломать позвоночник. Зашибись. Но мозг наш с вами, поскольку он оценивает по другим людям, которые там уже есть, и они там уже занимаются, они там уже, всё у них происходит, он такой, ну вот так надо. Почему так надо? Да не спрашивай, так надо. Поэтому зачастую мы обесцениваем реальность, которая у нас есть, и движемся к какой-то недостижимой цели. И она нас, конечно, мотивирует, зажигает, но мы её не достигнем. Нас сжигает она для того, чтобы быстрее найти, что это не сработает, и быстрее понять, что это будет работать не так. Соответственно, мой, поставленный, у меня кочевало реально из списка в список. Каждый год я себе писала, там, хочу айфон, купить айфон. Я знала зачем, что мне теперь нужно снимать видеоконтент. Кстати, он до сих пор не на айфон снят, да, потому что айфон-то вот. У меня адаптер идёт из Jack of Lightning, короче, чтобы петличку подключать. И я ставила себе эту огромную цель, и она была для меня неподъёмная, и я к ней как бы и не шла, но она для меня всегда маячила. И сейчас вот я её достигла. Произошёл другой момент, момент обесценивания результата. И сейчас объясню его. Я собрала 35 тысяч рублей. Это дофига. Ну, то есть для меня это много в качестве подарка донатами. Реально. То есть я человек, который никогда не собирал таким образом деньги, и я была готова к тому, что у меня там, ну, 10 тысяч будет, да, ну, я не знаю, там, 12. То есть я была к этому готова. Всё в порядке. Там, кстати, в этих 35 ещё деньги от родителей, от друзей. То есть там не только донаты подписчиков, но всё равно этого много, много, много. Хотя месяц сопровождения моего 35 тысяч рублей. Ну, один клиент на сопровождение на месяц, как бы, да. Ну, то есть если зарабатывать, это одно дело. А вот когда это подарок, когда это мне дали просто так, как бы, хотя я работала, извините, да. Я заработала, я собрала вот столько. Надо было мне, я напомню, да, 160. Ну, ладно, 85 или 90, там был 13-й Pro. Ну, там ещё туда-сюда 13-й. Ну, 12-й Pro. Ну, ладно, да, ну, там 50. Или сколько, я не помню, короче, вот этих цен. 35. Я такая, окей, а я вообще могу себе на них айфон купить или нет? А у меня уже было намерение, всё, я его уже хочу купить, всё. Любой, какой подойдёт, вот я возьму. Я нашла, конечно же, он восстановленный, конечно же, он не новый, потому что на новый он от 50 начинается, новый. Но вот 11-й Pro, вот это 11-й Pro. И восстановленный 11-й Pro стоит 39. То есть я ещё, ну, докинула для того, чтобы мне была возможность его взять. И те, кто сейчас скажет о том, что восстановленная техника – это фигня, идите нахер, да? Всё, с вашим мнением. Если вы хотели это мне сказать, написать в комментариях, вы, конечно, напишите, мне охваты не помешают, но вы пошли, будете посланы там второй раз. И я так реагирую, потому что это тоже способ защиты, это типа восстановленный, это не то, это не считается. Есть в движении к цели очень важный этап – реализация хотя бы чего-то. Вот это очень важный этап, я сейчас объясню, почему. У меня есть вот эта вот цель, она там такая далёкая, мне она такая как бы нужна, и вот у меня уже актуальность повышена, мне надо ролики на YouTube снимать. Я к ней иду планомерно, и вот этот момент того, что я хочу реализовать её хотя бы как-то, чтобы факт айфона в моей жизни стал нормой, понимаете? Это будет новая моя норма, новая ступень развития. Конечно, я потом хочу себе всю новую свежую технику Apple. «Извините, всю, мне нужен макбук, мне прям нужен, он необходим, мне работать надо, мне нужен планшет прошлый, мне нужны часы, мне нужны наушники, мне всё надо, всё надо». Понимаете? Всё надо. Но это будет когда-нибудь потом. И для того, чтобы к этому идти, нужно сделать шаг в реальности, чтобы зацепить об реальность факт обладания этим, что теперь это моя реальность. Потому что, когда я вижу вот это вот, моё знание от всей техники Apple, мою любовь к ней, моё вожделение обладанием, вожделение от обладания, короче, да? Хочу обладать этим. И когда я всё это вот вижу, а факт моей жизни не совпадает от слова совсем, то есть я не могу позволить себе даже iPhone, не то что MacBook и не то что... Ну, то есть всё вот это вот. Я такая, ну, и всё. И демотивация полная. Зачем ходить в зал, если я не могу поднимать 200-килограммовую штангу? Зачем ходить? Затем, что сейчас твоё тело может делать другие вещи. И ты ходишь не для того, чтобы поднять её и покрасоваться, а для того, чтобы здоровье своё поправить. А если ты хочешь, чтобы поднять и покрасоваться, тогда у тебя путь к этому есть, извините, да, прокачивание своих мышц. Вот. И это для меня путь прокачивания своих мышц в достижении целей. И то, что он вот там восстановленный, да, то есть вот доступный мне самый лучший вариант на рынке, вот сейчас вот в моих руках. Зацепить за реальность. Важно для того, чтобы получить подтверждение мозгу, что ты своих целей достигаешь. Без этого ты даже двигаться дальше не будешь, ты будешь пробовать и обламываться, пробовать ещё и обламываться. И вот это вот движение, постоянное, без достижений, оно выматывает, оно выгорает вас. Вы выгораете в нём. Что я почувствовала? Что я почувствовала, когда этот айфон я купила? Во-первых, я его купила очень интересным образом, я это сделала, он был без коробки, не новый, соответственно, да, то есть там я его проверила, что всё с ним хорошо, всё, он работает. Пришла и положила. Потому что он был без экрана, господи, без стекла на экране, без чехла. Кстати, сейчас покажу, он цвет божественный просто. Мне так повезло, я не выбирала цвет, это единственное устройство, которое было лучшее за эти деньги. Цвет. Господи, просто космос, просто космос. Ну, это не серый космос, на самом деле, у них есть серый космос, но это типа, как он, зелёно-голубо-пыльный, вот такой вот. Просто невероятно красивый. Короче, что я испытала, когда я его купила? Сметение. Замешательство. Я, мне, подарили. Я купила на деньги, на подарок. Айфон. Первый в моей жизни. Мой собственный. Я испытала замешательство. Почему? Потому что вот эта вот несостыковка моих реальных желаний, там был бы восторг, который меня бы просто разнёс вообще в клочья, наверное. Не знаю. А здесь было, что это теперь реальность, моя реальность теперь вот такая. И это невероятная радость. И это невероятное удовольствие от себя, что я смогла выдержать месяц, я ждала, пока на рынке это появится, потому что их ещё не было. Я выбирала, да, то есть я насобирала донаты, я поработала, я такая молодец, то есть у меня это получилось. Этого тоже не было в моей реальности. Зарабатывала я деньги, ну извините, намного больше, да? То есть как бы заработать. А вот собрать донатами на подарок, это прям типа вау. И вместе с этим, вместе с этим, да, что этого не было как факта в моей реальности, есть вторая часть, которая говорит, 30 лет, ты радуешься тому, что ты собрала 35 тысяч на айфон. Капец. Твоя подруга квартиру купила. Диссертацию защищает. Вон, Ира Подрес закрывает уже свои продукты, потому что она заработала на них миллионы. И у неё там огромная компания, и она 30 лет отмечает красивым, большим, огромным праздником на несколько миллионов, только на праздник, потому что она может себе это позволить. А вот, понимаете, понимаете, есть вот эта часть, которая обесценивает всю реальность. Даже если эта реальность настолько новая и невозможная ранее, что этот факт, сам факт является чудом. Для меня, по факту, ну вот факт чудом является. Но есть другая, которая живёт в мечтах, которая живёт в иллюзиях, и которая живёт в оценке себя в сравнении с окружающими. И вот в этом вот сравнении погибает огромное количество целей и огромное количество результатов, которые могли бы случиться, но вы к ним даже не начинаете идти, и я к ним даже не начинаю идти, потому что я вижу, чего я хочу, вот этой недостижимой полярной звезды, вот этой вот. и вижу свой результат и думаю, что, а зачем? Это бесполезно, это бессмысленно. И вот так и здесь. То есть я уже знала, что всё, это уже необходимость, это было потребностью, потому что мне надо снимать видео, все дела. И я не помню на самом деле, что меня побудило реально это сделать. Я, если честно, даже сейчас вам не скажу. То есть это была такая идея, это был комплекс моей работы с собой на самом деле. За последний год я очень сильно выросла относительно себя, очень сильно продвинулась, прокачалась в самопонимании, в возможности с собой как-то взаимодействовать. И всё это привело к тому, что я такая, а что бы нет? Вот у меня такого не было никогда, а что бы это не реализовать? Даже если это, тьфу, фигня. Да? Даже если вот с учётом этого, всё равно, а что бы нет? И вот это вот что бы нет дало мне возможность сейчас держать его в руках. Мне так нравится его вот так вот светить в экран, что вот такой вот. Мне прикольно от соприкосновения с ним. Мне прикольно. Я уже учусь им пользоваться, я уже адаптируюсь к нему очень аккуратненько. Я держала его в районе дивана, первые там три дня, пока я чехол не купила и стекло, потому что все мои телефоны летали в первый же день. Вот этот вот телефон, которым я сейчас пользуюсь, он сзади уже совсем вон разбитый, то есть это Samsung A8, ему пять лет, вот я пять лет ходила с этим телефоном. При этом покупала курсы за больше ста тысяч рублей, а вот телефончик я себе покупать позволить не могла, потому что курсы — это инвестиция в себя, а телефон — это как бы, да, предмет роскоши в моем сознании был, то есть для меня это было недоступным, пока я с этим не поработала. И, в общем, вот здесь вот, не знаю, блин, не видно нифига, наверное, будет. Короче, вот здесь вмятина — это еще в первый день жизни этого телефона в моих руках, он улетел на асфальт, и вмятина на металле образовалась в первый день. Все мои телефоны практически в первый день летали, и поэтому этот телефон я держала вот в районе дивана, чтобы он не улетел, не разбился. Это эффект и айфона, и эффект моих телефонов. Короче, закончить сейчас хочу уже это видео, потому что уже 20 минут сняла. Закончить хочу тем, что приземлить на реальность очень важно, любую цель. И иметь вот эту вот цель, которая будет зажигать, к которой ты захочешь идти, но при этом иметь цель адекватную реальности, она не будет, скорее всего, вызывать такой прилив гормонов, такой прилив мотивации, потому что она, ну типа вот, я только что обесценила абсолютно это. 30 лет я насобирала 35 тысяч на айфон. Я в 30 лет первый раз в жизни купила айфон. Это можно назвать неудачничеством. Неудачничество. Ну то есть можно сказать, что я неудачник в сравнении с инфобизом, в сравнении с вот этими какими-то людьми, у которых есть огромные классные результаты, которые покупают квартиры, там, не знаю, дома, ездят куда-то. И я вижу их, и я вижу ценность в таких количествах денег, в таких заработках. Я все это вижу. Но для того, чтобы туда прийти, мне нужна реальность. И также с отношениями, например, у вас. Вы хотите отношений, вы хотите любви, вы хотите брак, я не знаю, детей, но при этом вы не хотите встречаться с людьми и пробовать. Вы не хотите ошибаться и учиться, как взаимодействовать, как входить в контакт. Вы хотите сразу. Классно. Вы хотите один раз и навсегда, с первого раза сразу. И вот эта ошибка, вот это вот когнитивное искажение, может быть, кстати, я правда не знаю, какое, но стопудово какое-нибудь когнитивное искажение это объясняет, что я хочу сразу, я не хочу проходить путь к этой цели, я хочу сразу получить результат. Сразу 200 килограмм поднять, сразу купить последний айфон. Вот просто если вы хотите когда-нибудь этого достичь, надо увидеть промежуточные шаги и стать еще чуть ближе к своим целям, к возможности реализации. А еще, а еще сейчас обесценив вот эту покупку, кому-то из вас я сделала, скорее всего, очень сильно больно, потому что огромная часть людей, вот те, у кого я сказала там, с кем я себя сравнила, их не так много в процентном соотношении. Огромное количество людей не могут позволить себе айфон даже вот так вот за 35 тысяч. И для них вообще невозможной ситуацией является, когда им надонатили, подписчики надонатили им, на день рождения типа таких людей больше, чем тех, кто там успешно реализован и так далее. И относительно них я суперзвезда вообще. Просто. Кто-то мне, кстати, писал, что вот зашли в мой YouTube и потом пошли со мной общаться в Telegram, и я для них вообще суперзвезда, потому что у меня есть YouTube-канал, я его веду, и типа вот я реально из видео, ну типа в жизнь там человеку там вот показалось, они такие, боже мой. Я так, чего? То есть наши с вами результаты, наши с вами достижения можно как обесценить, так и превознести. Но самое важное, что? Самое важное, оценивать их относительно самих себя и своей собственной жизни, в моей жизни никогда не было айфона до этого, моего собственного. И я офигеть крутая. Я реализовала этот проект, он получился у меня, и вот это факт реальности моей, новый факт моей реальности. И у вас тоже так может быть, вот если вы, короче, поняли, вы слушали меня уже 24 минуты, вы поняли все, что я вам хотела сказать. Напишите в комментах, какие цели вас качуют из года в год, какие они огромные, и можем попробовать прямо в комментариях найти, что сейчас доступно для реализации в жизни, и найти в этом стимул, найти в этом дофаминовое тоже подкрепление, ну, то есть такое вот, короче, гормональное подкрепление, чтобы вы смогли к этому пойти и начать этого достигать. Потому что вот это вот обесценивание, оно оставляет вас там, где вы есть. А нам надо двигаться, а нам надо двигаться, развиваться, идти к нашим целям, и тогда вы не заметите, как вы окажетесь там, где вы мечтали оказаться, и это просто станет вашей новой реализацией. С вами была Вика Манифестер. Напишите, если соскучились по мне, я очень давно не снимала видео, лайкните этот видосик и отправьте его друзьям, которые давно хотят достигнуть каких-то целей, но все никак не могут. До новых встреч. Пока.